Последний день сентября – день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, которые во время гонения на христиан не отреклись от веры. В селе Красновичи у Неческого благочиния прошли торжества, посвященные престольному празднику. Юные прихожане храма встречали епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира с хлебом, солью и цветами. По летнему теплый осенний день ласковыми солнечными лучами заглядывал в глаза собравшимся на престольный праздник. Матери с детьми, прихожане постарше ожидали хайпастыря у входа в храм, боясь упустить благословение владыки. Сюда сегодня пришли все. Престольный праздник собрал не только дружную общину храма именинника, но и гостей, представителей власти. И как иначе, ведь церковные памятные даты имеют особый смысл. В каждой из них соединяются прошлое и настоящее, небесное и земное. Чему жучит наша церковь с именем Надежды, Веры, Любови и Софии? Мы все прекрасно знаем историю этой мамы и деток. Мы знаем, что они отреклись от Господа. Может быть, не получается иногда, но однако мы все стремимся сюда встретиться с Боженькой. Встретиться с этими прекрасными девочками и их мамой, которая учит любить человека, любить Господа, быть Ему во всем благодарны и просить у Него помощи обо всем. Праздничная божественная литургия была украшена пением хора Свято-Никольского храма города Унеча. Сосредоточенно внимая слова молитвы, пройдя крестным ходом вокруг храма, прихожане мысленно переносились в те далекие времена, когда совсем юные девочки пошли на страдания ради Христа, чтобы наследовать жизнь вечную. Святая София насадила в сердцах своих детей веру, которая помогла им претерпеть страшные страдания и принять мученческую кончину. Но вместе с ней и нетленный небесный венец. Множество мучеников засвидетельствовали свою веру о Христе. И вот семья Софии, ее три дочери, также засвидетельствовали свою веру о Христе. Самое удивительное, что это свидетельство принесли малые дети. Господь сказал, будьте яко дети, яко тех есть Царствие Небесное. Почему? Потому что Царствие Небесное воспринимается в чистоте сердца. А чистота сердца, как правило, бывает у детей. Они воспринимают все через сердце. И они очень глубоко внимают и определяют, что истина, а что ложь. И вот восприняли истину о Христе, веру в Него, как непреложную истину, за которую можно положить свою жизнь. Спасибо. 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 Спасибо.